Автор периодической таблицы химических элементов Менделеев был 17-м по счёту ребёнком в семье. Известные учёные Павлов и Мечников выросли в семьях, где воспитывалось пятеро детей. Солковский был пятым ребёнком, Достоевский и Чайковский имели по шесть братьев и сестёр. А сегодня слова «семья» и «ячейка общества» воспринимаются с насмешкой и иронией. Их слишком часто повторяли партийные чиновники со всех трибун, прославляя женщину-работницу. А то, что она ещё и мать своим детям, об этом говорилось в числе её прочих заслуг. К сожалению, в наших СМИ часто многодетная семья преподносится как некий источник постоянных проблем. Вот сразу реакция такая негативная. А мы хотели явить образ положительной, счастливой, большой семьи. Просветительский фотопроект фонда Андрея Первозванного «Мы семья» родился год назад в Москве. Его героями стали как совершенно обычные семьи, так и семьи известных людей из 13 городов России. 2 августа выставка приехала в Самару. Но она стала другой. Теперь её пополнили фотографии многодетных семей Самарской области. Вот на этих фотографиях я знаю, что 36 фотографий, 36 представила Самарская область. И люди наши будут не только осмотреть всё, что делается в стране, но и видеть себя, видеть своих друзей, может быть, видеть своих знакомых. И это ещё раз будет настраивать наших людей на то, что полноценная семья, дети – это главное нам в нашей жизни. По статистике в нашей стране лишь 7% семей являются многодетными. Но статистика переменчива. В 2010 году в Самарской области было 10,5 тысяч многодетных семей. За пять лет эта цифра увеличилась почти в два раза. Сегодня многодетная семья – это особый мир, не похожий на мир семьи, воспитывающий одного-двух детей. На открытие выставки пришли её герои. Семья Салтановых в этот день отмечала день рождения папы. Конечно, мы шли посмотреть и найти себя, но очень приятно видеть остальные фотографии, другие семьи. На самом деле фотографии получились замечательные, очень счастливые люди на фотографиях. Классно то, что у нас такие есть в России семьи. Это наша известная самарская художница Наталья Шепелева. Она состоит в Союзе художников, только вернулась в Питер, заняла там второе место на конкурсе. И вот мы её сразу же с самолётом пригласили на нашу съёмку. Для многих стало неожиданностью, что среди многодетных семей немало известных людей региона. Четыре фотографии на выставке – семьи членов правительства Самарской области. Несмотря на занятость, они с удовольствием приняли участие в этом проекте. Когда поздравляю, ну так бывает, мы у родственников, у друзей попадаем на свадьбы, да, уже второе поколение. То есть наши дети начинают связывать себя узами брака. И когда поздравляю молодых, я всегда говорю, не тяните с третьим ребёнком. На самом деле, мы сегодня увидим замечательные фотографии семей многодетных Самарской области. Это абсолютно счастливые семьи. Всегда считалось, что семьи с большим количеством детей – это какие-то там полумаргинальные сообщества. Но мы говорим о том, что это совершенно другая история. Это абсолютно любящие, поддерживающие друг друга дети, родители, которые несут вот это добро и любовь всем. Я считаю, что это очень правильно. Думаю, может быть, этот пример кого-то вадушевит. Реализовать проект «Мы – семья» в Самаре местному отделению фонда Андрея Первозванного удалось при поддержке правительства области. Главной целью организаторов была попытка противопоставить общественным стереотипам в отношении многодетных семей наглядные фотоаргументы в пользу красоты и обаяния материнства. Показать многодетных мамочек такими, какими хотели бы быть многие современные девушки. Обаятельными, ухоженными, светлыми, ничем не напоминающими образ измождённой матери. То количество людей, которое останавливается у этих фотографий, и для меня очень важно, что они читают, они знакомятся с этими семьями. И я точно убеждена, что они сегодня, вернувшись домой, сидя за своим столом семейным, будут говорить, как жалко, что нас так мало. «Мы – семья» – не просто фотографии. Это маленькие истории. Посетители смогут увидеть, что многодетная семья – это окружённые любовью дети, родители, чувствующие вкус к жизни. Их жизнь активна, полна событий, в ней совершенно отсутствует скука и бездеятельность. Автор выставки Екатерина Александрова – профессиональный фотограф. Сама она мама, сама из многодетной семьи, и тема «Близка есть детство». Поэтому и работы такие проникновенные. Конечно, работать с семьёй, большой тем более, это намного сложнее, чем с парой, один-два человека, ну, максимум три, если ещё есть ребёнок в семье. Вот. Нужно собрать всех, нужно их всех объединить, и какую-то нужна им дать цель, чтобы они были вот в этой цели объединены. И тогда будет интересный сюжет, эмоция, и будет всё это непосредственно и очень живо так представлено. Оказалось, многодетность заразительна. Когда видишь перед собой реальный, а главное, вполне достижимый пример, невольно примеряешь ситуацию на себя. Организатор выставки Ирина Серебрякова призналась, что даже огорчена тем, что работа подошла к концу. Проект наполнил огромной жизненной силой и атмосферой радости. В сердце и в душе от каждой семьи осталось настолько тёплые воспоминания, все как родные. Сейчас иду по выставке, смотрю на них, думаю, господи, вот эти мои, эти мои, эти мои. Ну и на самом деле я, наверное, одна из первых, поскольку я первая видела выставку. Человек, который вдохновился на многодетную семью. У меня уже двое есть, и я вот серьёзно думаю, а почему бы и нет, а почему бы не родить ещё одного. Так что осталось, ну, сплошной позитив. Я надеюсь, то же самое у людей будет, которые будут приходить сюда и смотреть. Фотовыставка на площади Куйбышева будет работать в течение месяца. Она привлечёт внимание молодёжи к традиционным семейным ценностям и утвердит красоту и полноценность многодетного материнства. Большая семья не подвиг и даже не труд, а скорее образ жизни, некий уклад, за которым такие важные ценности, как доверие, уважение и поддержка. И мне кажется, что вот эта выставка, на которой представлены в том числе и многодетные семьи, из этого региона, она покажет вам, насколько счастливы те родители, у которых есть дети. Насколько счастливы дети, у которых есть родители. Пускай в нашей стране, пускай в нашей отрасли. Надеюсь, и в этой области будет как можно больше счастливых семей, счастливых людей и счастливых детей. Надюшка очень активная, утверждают воспитатели. Просто сейчас жарко, и приходится всё время её тормошить. Если девчушка и проявляет активность, то уж точно не в капризах. Надя очень уравновешенный ребёнок. Настроение её портится крайне редко. Ну, она немножко такой медвежонок. Она любит полежать, вот, говорю, сладенько, сачок попить. Вот она нет, она больше такой вот медвежонок в берлоге. Да, любит поспать, она полежать. Она всё-таки более такая уравновешенная, спокойная. Вон они у нас там, скажи, спрятались, зубочки, грибочки. Вот так, да. Вон они у нас там, да, живут они у нас там. Гладко. Зубов во рту у Нади не так много. Недавно прорезался третий. Девочка не торопится догонять своих сверстников в развитие. Но если уж что-то осваивает, то делает это очень добросовестно, как будто закрепляя навыки. Да, вот, немножко улыбнись, не стой, а, Надежда. Надюшка, ку-ку. Она не так давно, как бы она малоподвижная была до этого, но не так давно научилась сама держать головку, научилась сама переворачиваться животик на спинку, научилась потихонечку брать игрушки. Агу, Надь, Надюша, Надюшка. Произносится она что-то? Нет, очень мало звуков произносится. Ну, редко, очень единичные какие-то звуки у нее есть. Да. Надюшка чаще всего молчит. Только создается впечатление, что девочка над чем-то все время размышляет. Вот появится у Нади мама, ей она и расскажет все свои детские секреты. Субтитры создавал DimaTorzok